Люди океана. Рядом с нами миллионы лет существует цивилизация иных существ. Но человек упорно не замечает ее, потому что она совершенно не похожа на нашу. Текст Анастасии Антоневич. Публикуется в журнале «Вокруг света» в сентябре 2013 года. Среди многочисленных определений цивилизации философский словарь предлагает такое. Следующая за варварством ступень культуры, которая постепенно приучает человека к плановым, порядочным, совместным действиям с себе подобными, что создает важнейшую предпосылку культуры. Люди по умолчанию считают, что они единственные, кто смог подняться на эту ступень. Однако человеку свойственно быть самонадеянным и судить всех по себе. И такая зашоренность нередко мешает увидеть, что есть и другой путь. Порой люди рассуждают, как прекрасна была бы цивилизация, основанная не на обладании материальными ценностями, а на заботе других. Но показатель разума для нас – это орудия труда и созданный с их помощью вторичный искусственный мир. Дельфины пошли по другому пути. Вместо того, чтобы изобретать орудия и покорять мир, они изменили собственное тело и гармонично вписались в окружающую среду. При этом все, что нужно для создания нормальной цивилизации, у морских млекопитающих есть. Скорость – одна из важнейших характеристик современного мира. Хотя разогнаться как следует люди могут лишь при помощи разных приспособлений. Дельфины понимают скорости не меньше людей, но обходятся исключительно своими силами. Эти морские звери способны долго плыть со скоростью 36-40 км в час. Дельфины поддерживают темп за счет очень сильных мышц, обтекаемой формы тела и уникальной кожи. Упругая и эластичная, она гасит завихрение воды, не давая ей тормозить пловца. Хитрые дельфины используют для своих нужд и человека. Животные с удовольствием катаются на попутках в виде корабельных волн, которые довозят их до нужного места со скоростью до 60 км в час. Чтобы как следует использовать окружающее их на суше пространство, люди изобрели всевозможные приспособления. Эскалаторы, лифты, лестницы и многое другое. Дельфины максимально освоили водную среду. При том, что они так же, как и мы, дышат легкими. Эти животные могут плавать под водой до 15 минут, а затем за несколько секунд подняться с большой глубины для вдоха. Ловцы с жемчуга способны не дышать около 7 минут, но вот быстро всплыть не могут даже они. Из-за так называемой киссонной болезни их кровь в буквальном смысле закипит. Секрет дельфинов в максимально рациональном использовании кислорода. Даже при самом глубоком вдохе у человека в легких заменяется только 20% воздуха. У дельфина этот показатель достигает 80%. При этом люди неэкономно извлекают из поступившего в дыхательные пути воздуха только 20% кислорода, а остальное выдыхают обратно. Дельфин забирает почти весь О2, около 80%, и распределяет его по крови и мышцам. Животные удерживают драгоценный газ за счет гемоглобина. Его у них в крови гораздо больше, чем у людей. Дополнительный бонус такого экономного подхода отсутствия киссонки. В крови дельфинов почти нет азота, который и закипает у водолазов при быстром подъеме. Люди постоянно не удовлетворены тем, что у них есть, и поэтому создают все более сложную технику. Телескопы, эхолоты, радары. Дельфины довольствуются тем, чем наградила их природа, и фактически превратили свой организм в совершенный прибор, при помощи которого они осваивают мир. По сравнению с многими другими животными, люди очень плохо видят. А некоторым из нас с детства нужны очки. В воде видимость в разы хуже, чем на суше, однако дельфины различают очертания предметов куда лучше человека. Для ориентировки в пространстве животные используют эхолокацию. Они издают сигналы на определенной частоте, которые отражают от окружающих предметов и возвращаются к дельфину. Оценивая, насколько быстро вернутся сигнал, дельфин определяет, как выглядит мир вокруг. Эхолокатором служит голова млекопитающего. Нижняя челюсть работает как улавливатель. А дельфиней рострум, то, что большинство людей считает носом, хотя на самом деле это рот, как экранирующее устройство. Точность, с которой животные определяют направление звука, сравнима с точностью лучших человеческих приборов. При помощи эхолокации дельфины видят предметы за километр, а в деталях могут разглядеть с нескольких десятков метров. Дельфины постоянно выныривают, так что им нужно одинаково хорошо видеть и в воде, и над водой. У воды и воздуха разный коэффициент преломления, но глаза дельфинов отлично справляются с этой сложностью. Их хрусталик имеет почти шарообразную форму, поэтому под водой он хорошо преломляет свет, направляя лучи на сетчатку глаза. На воздухе же при ярком освещении зрачок закрывается специальной шторкой, оставляющей только два крошечных отверстия по краям роговицы. В этих двух местах роговица почти плоская, так что свет на воздухе не преломляется и попадает точно на две области острого зрения на сетчатке. У остальных млекопитающих такая зона одна. Еще один критерий разумности, который отличает людей от зверей, это язык, он необходим для развития цивилизации, при помощи языка члены общества взаимодействуют друг с другом, передают информацию, формируют собирательные понятия и категории. Дельфины очень активно общаются между собой, используя свисты и щелкания, причем их сигналы имеют разное значение в зависимости от контекста. Они гораздо сложнее, нежели простые обозначения эмоций и состояний. Матери дают детенышам персональные имена, особые свисты, на которые звери откликаются, когда к ним обращаются близкие. А сородичи, привычные нам добрых дельфинчиков, дельфинов, касатки, отличают животных своей группы по характерному диалекту. В экспериментах по обучению исследователи выяснили, что дельфины могут запоминать названия предметов и команды, но добиться составления предложений биологам не удалось. И тем не менее, дельфины передают друг другу сложные сообщения. В одном из опытов двух животных учили одновременно нажимать на рычаг, когда загоралась правая или левая лампа. Затем дельфинов разделили, и команду получал только один из них. Оказавшись порознень, подопытные обменивались свистами и продолжали совместное выполнение заданий. В других экспериментах нескольких дельфинов держали в разных бассейнах, и общаться они могли только при помощи подводного телефона. То есть, каждый дельфин мог слышать и себя, и невидимого соседа. Животные не только успешно взаимодействовали, вежливо используя телефон по очереди, они еще и корректировали свои сигналы, если их собеседнику мешал лишний шум. Точно так же люди начинают говорить громче или тише, в зависимости от качества связи. В фантастических фильмах инопланетяне всегда приветствуют человечество обращением «Мы пришли с миром, люди Земли», но на деле единой цивилизации людей не существует. Отчасти из-за географических преград вроде лесов, гор или рек, Homo sapiens сформировали множество разных культур. У морских млекопитающих таких препятствий нет, однако ученые находят у них четко выделенные группы, которые ведут совершенно различную жизнь. Особенно хорошо такие культурные отличия видны у косаток, кровожадной разновидности дельфинов. Косатки населяют океаны по всему земному шару, и сообщества этих животных отличаются образом жизни, поведением и даже генетически. Так называемые транзитные косатки – это рейнджеры, которые в одиночку охотятся на крупных млекопитающих, а затем делят добычу с немногими избранными. Искусные убийцы, они в прямом смысле подкрадываются к жертвам, не издавая ни звука, транзитные косатки кричат только во время игр или после успешной охоты. Резидентные косатки едят в основном рыбу и живут большими дружными семьями, нередко включающими внуков и их прадедушек. Родственники охотятся вместе и активно разговаривают друг с другом, загоняя добычу. Третий тип косаток – мористые или офшорные. Изучен пока слабо, хотя генетически эти животные ближе к резидентным сородичам. Они живут далеко от берегов группами до 30 особей и, по-видимому, питаются рыбой. Косатки из каждой группы выработали собственную стратегию охоты. Например, в Аргентине и на островах Крозе животные, гоняясь за ластоногими, порой выбрасываются на берег и хватают жертв, которые считали, что на суше они в безопасности. После убийства сильные звери заползают с добычи обратно в воду. Это очень сложная техника и матери специально обучают ей детенышей, подталкивая обратно в воду, если они застревают. В Норвегии группа косаток придумали особую тактику охоты на сельдь. Несколько животных плавают вокруг косяка и вынуждают рыб сбиться в плотный шар, не дав расплываться. Затем косатки глушат их ударами хвостов и съедают. Еще одна удивительная черта дельфинов – их дружелюбие. Эти животные с готовностью общаются не только друг с другом, но и с человеком, и даже с собаками и кошками. История о том, как дельфины спасали тонущих, пересказываются с античности. А в наши дни психологи при помощи дельфинотерапии лечат детей, у которых есть проблемы с социализацией. И в отличие от большинства вечно насупленных людей, взрослые дельфины остаются игривыми и веселыми, как дельфинята. Кстати, считается, что именно продолжительное детство с присущими этому периоду любопытством и тяги к новому обеспечило людям эволюционный успех и помогло создать цивилизацию. Если так, то у дельфинов больше перспективы. Дельфины научились жить в свое удовольствие и в недоступном для двух двуногих океане. Но не в последнюю очередь из-за того, что люди не могут проникнуть в его глубины. Мы толком не знаем, как именно живут морские млекопитающие. И возможно, именно незнание причины того, что мы продолжаем самонадеянно считать, будто дельфины всего лишь нечто вроде продвинутых рыб. Дельфины морские млекопитающие. Они обитают в морях и океанах практически по всему миру. Их нет лишь в холодных водах Арктики и Антарктики. А некоторые виды живут даже в пресных водоемах. Как и их наземные родственники, дельфины дышат легкими и выкармливают новорожденных детенышей молоком. Звери держатся стаями от двух, трех до ста особей. Дельфины питаются рыбой и коллективно охотятся на нее. Еще 50 миллионов лет назад предки дельфинов обитали на суше и передвигались на четырех конечностях. Эволюционно они происходили от той же ветви, что олень и гиппопотам. Но на берегу было слишком много других зверей, с которыми приходилось соперничать за ресурсы, и будущие дельфины ушли в океан. Ненужные в воде конечности постепенно редуцировались, хотя в скелете современных дельфинов есть и рудиментные остатки. Военные пытались использовать морских животных в своих целях с начала 20 века, но всерьез подготовку боевых дельфинов наладили американцы в 60-70-е годы. Специально обученные животные патрулировали военно-борскую базу во вьетнамском порту Камрань и ловили аквалангистов-диверсантов, которые прикрепляли к днищам американских кораблей мины. В 1966 году в Казачьей бухте в Севастополе был открыт океанариум, где советские специалисты обучали дельфинов военному искусству. Работали с размахом, дрессировщики вместе с привлеченными исследователями тренировали сразу 50 животных. Дельфинов учили находить вражеских аквалангистов и обезвреживать их, сдирая маску и ласты, убивать шпионов. Звери не хотели ни в какую. По слухам, несколько раз на боевом задании зверь уничтожал человека и после этого категорически отказывался выполнять приказ. Впрочем, военные отрицают, что вообще учили животных убивать. Помимо работы с людьми, дельфины отыскивали потерянные военные мины и помечали место, оставляя боек. Благодаря эхолокации животные видели мины, даже если они лежат глубоко в песке. Поисковые подразделения дельфинов оказались на редкость успешными, и звери помогали не только военным, но и ученым. Например, они отыскивали останки кораблей, фрагменты посуды и других античных артефактов. В 1991 году океанариум с военными дельфинами пришел к Украине, и все опыты с животными были свернуты. Сообщалось, что в 2000 году несколько обученных еще в Советском Союзе дельфинов было продано в Иран. Однако украинские чиновники утверждают, что Исламская Республика приобрела животных исключительно в мирных целях. ВМС США продолжает успешно дрессировать дельфинов до сих пор. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!